Я убежден, что хороший кадр вызывает отклик, создает контакт с человеком. Я считаю, что это вовсе не вопрос умения. Это мало относится к технике съемки и, пожалуй, вообще не имеет отношения к фотографии как таковой. Скорее, это то, что мы чувствуем, глядя на нее. Эмоциональная ценность кадра. Меня зовут Майкл Кристофер Браун. Я фотограф из фермерского района Скагит-Уолли на северо-западе Америки. По большей части я работаю как фото-журналист, но своим призванием считаю документальную фотографию. Я не был здесь почти 11 лет и по-настоящему рад новому проекту — съемкам в родных краях. Мне нужно будет объехать ближайшие окрестности в поисках лучших панорамных видов. Северо-западное Тихоокеанское побережье очень живописно, и для меня лучший способ изучить эти пейзажи — самому погрузиться в них, путешествуя за рулем. Я выехал из Портленда и планировал добраться до горы Святой Елены, но было слишком дождливо и облачно, так что я отправился к побережью. Там, на берегу, находится Астория — небольшая, сонная рыболовецкая деревня. Итак, сегодня мы направляемся к Астории в штат Орегон. Я надеюсь добраться до нее прямо по прибрежному песку. Отрезок пляжа у Герхард позволяет развить приличную скорость. Знаете, это удивительное ощущение свободы и чувство, что ты дома. Когда я проезжал пляж, я увидел всадницу, которая мчалась галопом вдоль берега. Для меня это был просто подарок. Я даже не предполагал такого. Очень красиво и впечатляюще. В жизни не испытывал ничего подобного. Именно за такие невероятные встречи я оценю свою профессию. Прекрасное начало для моего путешествия на северо-запад, в родные края. От пляжа Герхард я направился южнее, к озеру Кэнон, с обнаженными скалами на прибрежных островках. На закате они выглядят потрясающе. В это время дня здесь самый лучший свет. Прекрасный золотой час, когда тёплый день клонится к закату, и свет меняет направление, удлиняя тени. Именно сейчас особенно приятно бродить здесь в поисках лучших видов. Итак, я побывал на берегу озера Кэнон, чтобы найти идеальные места для съёмки. Я дождался замечательного света. Это был красивый закат, но хотелось... Знаете, чего-то ещё. Внизу я увидел чайку на песке. А потом как раз в нужный момент взлетела ещё одна и попала в кадр. Вместе они образовали совершенную композицию. Это было отличное завершение дня. Только что мы прибыли в райское место. Это гора Ринья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин